На сцене Арсенала гость из Киева композитор и пианист Алексей Шмурак. На его концерте под названием «Благородные и сентиментальные» нижегородцы смогли услышать произведения современной академической музыки. Этот проект композитора связан с выставкой «Музей Великих Надежд». Дело в том, что одним из культурных героев этой выставки является наш земляк композитор Милий Алексеевич Балакирев. Он один из первых композиторов в России основателей фортепианной традиции, романтической фортепианной традиции. А в проекте композитора и пианиста Алексея Шмурака исследуется, что стало вот с этой романтической фортепианной традицией в наше время. Алексей Шмурак приехал в Нижний Новгород уже в третий раз. Поводом для визита стал не только проект «Арсенал», но и дружба с нашим нижегородским молодым композитором Марком Булышниковым. Оба фортепианисты являются участниками ансамблей современной академической музыки. Дело не только в его исполнительском опыте, а вообще в опыте просто музыканта, в его багаже, который он имеет как вообще просто творческая личность. И, конечно, это имеет свои плоды в том числе и в этом проекте. На концерте звучали произведения современных композиторов Сергея Загния, Филиппа Черцова, Ращи и Саяна. Алексей Шмурак сыграл в том числе произведения собственного сочинения и сонату своего друга Марка Булышникова. Не только содержание этих произведений, но даже сами названия сразу заинтересовывают. К примеру, земляничная соната «Яблони на Марсе» или «Три поистине вялых прелюдии для собаки». Такая музыка требует от зрителя внимания и тишины. Для нее характерно большое количество пауз, разнообразие динамики и всегда неожиданное развитие мелодии. Главной целью этого проекта Алексей Шмурак считает разрушение стандартных стереотипов о современной академической музыке. Существует определенное конвенциональное мнение, что композиторы занимаются сейчас такой как бы нечеловеческой музыкой, вот шумами и все такое. А я как бы решил составить такую определенную оппозицию. В третий раз в Нижнем Новгороде участвовал в различных проектах и моя музыка в Нижнем Новгороде звучала как бы без моего присутствия. Вообще этот город для меня один из четырех или пяти наиболее родных. Екатерина Нисьмова, Никита Вертлин. Столица Нижнего.